Любознательные и активные ребятишки задают столько вопросов, на которые далеко не всегда находятся ответы. Маленькие почемучки легко заведут в тупик любого взрослого, чьи школьные годы далеко за плечами, а законы физики и математики давно затерялись в архивах памяти. Ой, девушка, не помню, сейчас сам только вспоминать начинаю. Ну, с математики квадраты все стороны равны. Потом, если так, на скидку еще вспомнить, наверное, больше не вспомню. Я вообще ничего не помню, сразу же говорю. Как объяснить малышу, что такое статическое электричество или магнитные поля? А можно ли поднять самого себя, сидя на стуле? От таких вопросов точно голова пойдет кругом. Но только не здесь. В Чите появился музей, где найдутся не просто ответы, а наглядные примеры. Здесь царят волшебство и загадки, и за каждым углом ждет новое открытие. Мне понравились колбейка, Ньютона и те работы в другом артике. Некоторые экспонаты трогать можно, мне это тоже нравится. Такого не строить в других музеях. И как жаль, что в нашем детстве такого не было, скажут взрослые и будут правы. Ведь здесь серьезный дядя, директор крупной компании, становится ребенком, а ребенок – ученым-химиком. Наш музей содержит интерактивные экспонаты. То есть экспонаты, которые надо вертеть, крутить, трогать. Все экспонаты объясняют законы. Законы физики, математики. Будет тот динамика, законы Ньютона. То есть экспонат направлен на то, чтобы все трогать, познавать играючи. Открылся музей занимательных наук Эйнштейна в минувшие выходные. Этот таинственный мир был придуман для маленьких незнаек и почемучек. Хотя взрослых здесь намного больше. Светлана Юс, Дмитрий Козлов, ЗАПТ-ТВ.